Самолет МиГ-31 терпит крушение. Экипаж два пилота доложил об отказе управления и катапультирования. Место бедствия неизвестно, но сработали аварийные маяки на судне. Это легенда, по которой проходят учения в аэропорте Курумыч. Участие в них принимают представители всех аэропортов ПФО, спасатели, МЧС и военные. Оттачивают процесс поиска и спасения людей, а также координационную работу всех служб. У нас на борту каждого водушного судна стоит аварийный спасательный маячок. При авиационном происшествии он срабатывает, и именно по этому маяку мы его и ищем. Самолет рано или поздно, но всегда находят. На все поисковые мероприятия отводится определенное количество времени. Вот если уложимся во все временные рамки, значит оценка будет выставлена самая наивысшая. На радиосигнал отправляется спасательный самолет. С него парашютисты спускаются на место бедствия. Оказывают первую помощь пострадавшим. Исполняющие эти роли обычно шутят, чтобы не было страшно. Позовите отца! Я хочу исповедоваться! Одновременно парашютисты сообщают точные координаты для наземной службы спасения. Она должна прибыть сюда как можно скорее. На месте разворачивают палатку, пункт ЧАЭС. Вся работа идет слаженно, как часовой механизм. Все данные истекаются в центр поиска и спасания. Это мозг всей операции. На мониторах видны все передвижения спасателей, а также сюда поступают фотографии с места бедствия. Именно здесь происходит анализ ситуации и принимаются решения. Образовывается на экране точка, если есть координаты. И вокруг нее сразу может ставиться палетка поиска. То есть сразу расставляется палетка поиска. И уже смена знает место происшествия, знает примерно район, что самое важное. И эти данные можно скинуть на... В каждой базе есть планшет. На этот планшет и уже когда спасатели бегут на самолет, они пока готовятся к вылету, у них на этом планшете уже место бедствия, район бедствия. То есть они взлетают не слепые, а уже знают, куда конкретно лететь. Уже командир экипажа отрабатывает туда маршрут. Такие межведомственные учения с участием служб всего региона проходят регулярно раз в год. Между ними спасатели аэропорта Курумыч не сидят без дела и поддерживают форму регулярно. Учения с пожарно-спасательными расчетами мы проводим еженедельно. У нас по плану по понедельникам. Это то, что вы видели. Тушение отрабатываем, эвакуацию пассажиров, прибытие в квадрат. Большие комплексные учения у нас проходят раз в год. И с аварийно-спасательной командой предприятия мы собираемся с каждой сменой раз в квартал. У нас вся жизнь в учениях, поэтому мы лучше постоянно тренироваться. И этот самолет Ту-134 самый страдающий в аэропорте Курумыч. Если раньше он, как и все, перевозил пассажиров, то теперь стоит на службе у спасателей. И чего они с ним только не делают. И поджигают, и задымляют, и поднимают, а также эвакуируют оттуда пострадавших пассажиров. Марина Матвеевична, Василий Колдашов. События.